Молодежная сборная Мурманской области по велосипедному спорту тренируется в Апатитах. Собственно, она целиком и полностью состоит из воспитанников Александра Княжева, преподавателя Дома детского творчества, которому совсем недавно присвоили звание главного тренера областной сборной. Кроме того, четверо учеников Александра Яковлевича были приглашены в школу Олимпийского резерва в город Санкт-Петербург. С талантливыми велосипедистами и их учителем встретилась наша съемочная группа. Все держится на энтузиазме тренера. Вот уже семь лет подряд Александр Княжев трудится в поисках талантливой молодежи. Как говорится, горит на работе. И даже свои законные отпуска тратит на спортивно-оздоровительный лагерь «Вираж». Ведь именно так можно получить деньги на развитие велосипедного спорта. Ну так уж получилось. До сегодняшнего конкурса мы рассчитывали сами на себя. Вот я уже в течение семи последних лет провожу свой спортивно-оздоровительный лагерь на базе Дома детского творчества. И вот по итогам лагеря нам выделяются целевые деньги. И вот за счет этих денег мы расширяем свою базу, приобретаем велосипеды, экипировку и так далее. Если я лагерь не проведу, то не будет велосипедов. Провожу лагерь. Ну, конечно, все это проводится во время отпуска. Поэтому надо чем-то жертвовать. Вот я жертвую своим отпуском, чтобы создать базу и, конечно, подготовить детей к всероссийским соревнованиям. В этом году велосипедистов поддержало предприятие «Апатит». Спортсмены заявились на конкурс социально значимых проектов «Проблемы города решаем вместе». Деньги будут потрачены на велотренажеры, чтобы и зимой была возможность не терять форму. Есть большие достижения у детей, которые занимаются велосипедами на шоссе. Значит, естественно, поддержали этот проект. Потому что, ну, к сожалению, у нас зима большая часть находится в нашем городе, чем лето. Поэтому зимой для того, чтобы их тренировок нужны определенные велотренажеры. То есть поддержали в этом разделе проект. На воспитание у тренера четыре группы. В основной входят 12 человек, которые практически в полном составе являются областной сборной. Воспитанников Александра Княжева заприметили и педагоги школы Олимпийского резерва. В этом году учиться в город Санкт-Петербург пригласили сразу четверых подростков. Есть немного ощущение, что с велоспортом свежую жизнь. Хочу на соревнованиях таких высоких выступить. На Олимпиаде там, например. В Северную столицу за спортивными достижениями родители отпускают и Полину Воротилову. Они рады за мои успехи. Они не против, чтобы я там училась. Примечательно, что под руководством Александра Яковлевича девочка занимается меньше года. И уже такой результат. Как бы заслуги тренера, мне кажется, потому что он постоянно с нами поездит, катается, тренирует нас. Из-за этого вот такие достижения. У нас, в связи с тем, что дали три сбора учебно-тренировочных в Девноморске, создалась своя учебно-тренировочная база. Стали обращать на нас руководство. Мы на подъеме. Только лишь в этом году они успешно выступили в Великих Луках, отличились в Сестрорецке. Ни разу не вышли из группы. И в очередной раз доказали, что велосипедный спорт можно развивать и за полярным кругом, воспитывая будущих олимпийских чемпионов. Победителем.